2 августа 2018 года По ФСИНам начались проверки. Вы помните ролик о том, как заключенного били по пяткам? Ну, арестовали всего несколько человек. Их там было много, бугаев, молодых, которые издевались. Они обливали водой. Когда человек отключался, у него случался обморок от боли. А потом заново его поливали. Между прочим, что такое бить по пяткам? Это значит полностью уничтожены почки и другие органы зрения. Это все влияет на пятки, наше место, куда выходят все рецепторы. А особенно, я говорю, почки и наше зрение. Поэтому те, кто его пытал, они прекрасно знали, что они делают. Ведь на теле-то нет побоев. Но здоровье напрочь они лишили этого человека. И вот начались проверки. Но первое, что я вам хочу сказать, что не думайте, что проверки по всем этим ФСИНам, то есть колониям для заключенных, что они начались после ролика в интернете, для того, чтобы прижать к ногтю незадачливых пытальщиков, инквизиторов. Владимирский централ, ветер сверный, этапом инстрии, число немерено. На самом деле, конечно, ситуация другая. Власть меняется. Силовики тоже будут меняться. Это хлебные места, куда нужно поставить своих, которые выслужились. Люди, и таких много. И теперь каждое место такое будет получать наиболее опытный пытальщик. А не те, которые здесь вот по пяточкам лупили палкой и потели, потели, потели. Их в пору было самих обливать водой. Это, конечно, цинично, противно и отвратительно. Однако же об этом приходится говорить. И вот проверки показали, что не все так просто во всех этих учредительных колониях. А вот в одной колонии нашли пыточную, самую настоящую пыточную комнату. Я говорю о пыточном доме, который находится в селе Южное, в доме художника Башкирова, где находится самое тоже настоящее пыточное. На втором этаже там все эти пыточные орудия висят в рамках для картин. Он же художник. Поэтому он вместо картин вешает пыточные орудия. Там даже станок есть, тиски для зажимания головы. И череп трещит. Но на это село Южное никто не обращает внимания. Я писала заявление. И ФСБ писала заявление. И фотографию прикладывала. И озеро там есть. И сам этот дом выглядит как шалман. Но никто не собирается туда соваться, потому что это пыточная всего Крыма. Необходимо рассказать о своих способностях, возможностях, о заботе своей и так далее. Она такая одна на весь Крым. Там живет рядом Володя Белый, там живет рядом Могилев. И это пыточная Могилева, экс-главы Крыма. И туда никого не нет. На курортах отдохнули, теперь приехали поговорить о жизни. Не пустят. И вообще, все село Южное, оно на особом положении. Так почему бы сегодня не ринуться бойцам Росгвардии или тем же самым зеленым человечкам в этот самый пыточный домик село Южное, что рядом с Орджоникидзе, между Орджоникидзе и Коктебелем находится село Южное. А я вам сейчас расскажу о Владимирском Централе, о колонии. Во Владимирской области шесть сотрудников СИН стали фигурами уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, они организовали в стенах СИЗО номер один, пыточную камеру, где били и насиловали арестантов. Но у Шариковых, кроме насилия, у них, по-моему, постоянно член чешется. У них проблемы с этим делом. У них психически большие проблемы на самом деле. Если вы увидите этот стул, конечно, его сооружали. И, конечно, заключенные его сооружали. Не сами же сотрудники. Они ничего не умеют сами, кроме того, что расстегнуть ширинку и пытаться что-то там понасиловать. Преступления сотрудников СИН скрылись во время расследования резонансного убийства, совершенное лидером банды черных риэлторов Джафаром Мерзоевым. Приговоренный к пожизненному сроку, мужчина убил в СИЗО своего сокамерника. Сначала полоснул по шее лезвием одноразового станка, а затем задушил его простыней. Изначально сообщалось, что на преступление он пошел из-за неприязненных отношений, сложившихся с местным авторитетом. Однако, в ходе следствия выяснилось, что основным мотивом для убийства послужили систематические нарушения закона со стороны сотрудников Владимирского изолятора. Суд установил, что долгое время в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства незаконно содержались осужденные. Они должны были склонять других арестантов к самооговору, не гнушались при этом физическим и психологическим насилием, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Разве они не знали? Но это нужно сейчас для отчетности, потому что наверху сделали запрос и наверху дали указания. Поэтому сейчас будет это расследоваться. А вот цель того, что сверху это дали, ну, поверьте, никакое не убийство. Таких убийств масса в этих СИЗО и пыточных таких в каждом СИЗО. посмотрите, в каждой колонии вы найдете. В феврале прошлого года Мерзоев как раз помещен был в одной из пыточных, где его связали и жестоко избили. Когда же черного риэлтора развязали, он убил своего мучителя. Вы знаете, да, что такое черный риэлтор? Это который намечает себе старушку, одиноко живущую в квартире, потом ее убивают, ну и, соответственно, квартирка переходит этому черному риэлтору, который ее далее продает. То есть на счету такого риэлтора большое количество смертей. Они могут выглядеть прилично, прекрасно, но на их счету большое количество смертей. В СИЗО была организована проверка. Прокуроры убедились, что тюремщики неоднократно нарушали права заключенных. По результатам ревизии были возбуждены уголовные дела. По статьям 286 УК РФ превышение должностных полномочий и 132 УК РФ насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц. Слушайте, ну как мерзко, как мерзко и как грязно живут люди. Ранее громкий скандал с пытками разгорелся в Ярославской исправительной колонии. Новая газета опубликовала видеоролик, на котором сотрудники ВСИН бьют заключенного резиновыми дубинками по пяткам, после чего ставят на колени и заставляют просить прощения. Видеоиздевательство вызвало грандиозный скандал. 8 сотрудников колонии были арестованы. Вы знаете, вот эти сексуальные домогания сотрудников ВСИН, ну, наверное, они психологически все больны. У них не в порядке с этим делом. Я думаю, что девчонок-то на улице или парней множество, но они получают удовольствие не от того, когда они дружат, любят или получают любовь просто за деньги от проститутки. Нет. Они получают удовольствие от насилия, когда человек орет, и они понимают, что они его могут убить, и ничего он им не сделает, потому что он их кукла, тряпичная кукла, гуттаперчевые мальчики, которых можно насиловать как угодно. А прощение просить на коленях, вы же сами понимаете, что такое на коленях просить прощения. А это значит делать мини. Все то же самое. Это обычное дело в колониях. И, конечно, как можно уважать тех людей, сотрудников ВСИН, этих самых колоний. Больные люди. Я не могу даже сказать, что это шариковые. Это не шариковые. Это даже уже, может быть, крысоподобные. Может быть, человека скрещивали с крысами. Может быть, еще с кем-то. Или уж, знаете, я даже не знаю, в животном мире, где такая мерзость живет. И какую мерзость можно было скрестить с генным человеческим материалом, чтобы получить сотрудников ВСИН. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.